Есть защита от перетопов. Система контроля тепла ставят на домах в Нижнем Новгороде. Новая древняя технология или способ построить дом из соломы. Территория Нижегородской ярмарки 200 лет спустя. Телевизионная программа «Строй» смотрите в эфире на портале YouTube на сайте ННТВ. Здравствуйте! На Нижегородской ярмарке шумит главная строительная выставка региона. Всю неделю работает Российский архитектурно-строительный форум. Мы сняли много интересного материала. Будет что показать, но уже в следующих выпусках программы. А пока вместо праздника проза жизни. Сейчас все вместе мы отправляемся в подвал большого многоквартирного дома. Оказывается, там тоже есть на что посмотреть. Именно в подвале работает современный технический комплекс, которым управляют компьютер и местный сантехник. Этот дом, в подвале которого сейчас действует новая система контроля тепла, находится рядом с проспектом Гагарина по адресу Светлогорский проезд, дом 4. История, которую нам рассказала председатель ТСЖ дома, звучит посильнее, чем Фауст Гетте. Особенно для тех, кто каждый месяц разбирается с платежками за отопление и горячую воду. У меня приборы учета везде на все стоят. Ищем мы когда, ни у кого их и не было. Ищем прибор. Мы, значит, на макаронной фабрике, нас сначала отапливали. Мы уже тогда, я поставил прибор учета, мы сядем по приборам учета, работаем. И вдруг, значит, у нас за 2015 год нам присылает теплоэнерго 170 тысяч нас. А до этого было сколько? А до этого было нам 130 тысяч. Хотя зима была та, теплее, чем 2015 года. 170 тысяч нас. Судилось, везде судилось, дошла до Владимирского арбитражного суда центрального. Ну, знаете чего? Есть русская пословица. Сильным город не дерись, богатым не судится. Мы и теплоэнерго. Вот. Нас присудили, мы эти 170 тысяч все-таки вынуждены были заплатить. Ну, деньги-то заплатили, а денег-то жалко, не знаю как. Тут экономишь, экономишь, скажешь, копика, такую махину им отвалить, не знаю за что. Начали придумывать чего-то. И вот напридумывали. Один знакомый меня, бывший работник нашей администрации советского района, вот свел с этими ребятами. Что же такое смонтировали в доме на Светлогорском проезде? Мы отправляемся в подвал, где раньше располагался старый элеваторный узел. Его уже убрали, но то, как он работал, это был еще один кошмар для дома, помимо высокого платежа за тепло. Сейчас в подвале действует совсем другая система, которой управляет компьютер, связанный с датчиками температуры. Температура стала комфортнее. В каком плане комфортно? Если раньше, скажем, у нас, когда была осень, давали отопление, запускали, становилось очень жарко, люди открывали там лоджии и окна, форточки. Вот. То же самое происходило весной, когда еще топили, было тоже очень жарко, приходилось открывать и лоджии, и форточки. То на сегодняшний день сейчас, ну, вы понимаете, мы чувствуем, что температура такая, как вот, ну, нормально она стала. То есть жить стало комфортнее. Система, которую поставили в доме, надежная и недорогая. Основное оборудование делают в Беларуси. Монтаж и проектирование, наладку ведут нижегородцы. Этот дом был очень проблемный. И, скажем так, при пусках в этом доме всегда возникали проблемы. Это вот как нам жители рассказывали. Но вот после того, как мы установили это оборудование, система сама себя уравновесила за счет тех компьютеров, которые стоят на этой системе. Вот. И она сейчас, скажем так, весь дом уравновесила, и во всем доме у жителей комфортные условия создались. Ну, и фактически где-то за полтора-два сезона все это оборудование у них окупится. Про то, что окупаемость происходит быстро, есть продолжение истории, которую рассказала председатель ТСЖ Людмила Федоровна Давыдова. С этими приборами мы поработали только, можно считать, полгода того. То есть с января месяца по май 2016 года мы еще работали по-старому, как у нас это было все. А уже осенью пошли по-новому. И там был такой перетоп. Там был такой перетоп. Я однажды в час ночи вызывала степлоэнергопредставителей, чтобы у нас убавили тепло, потому что трубы кипели. Все это дело. А им это было выгодно. Но они газ сжигали. Ну, ясно. Они шпарили и шпарили. Да, шпарили и шпарили. Так вот, с первого, значит, октября по январь, вернее, по декабрь, за тот год, за 2016 год, у нас получилась прибыль в нашу сторону плюс 20 тысяч. Это, считайте, 170 тысяч, если те, в 14 назад, до 20 тысяч. 190 тысяч мы уже сэкономили. Мы уже одну треть затрат сэкономили на этом тепле. Вот что значит это. То есть за вторую половину года вам уже даже платить не надо было. А еще вам причиталось 20 тысяч. Ничего себе, ловко сделали. Да, 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 да. Конечно, недоволен теплоэнерго этим делом. А наше какое дело? Каждый свои деньги считает, кто как может. Удивительное дело. И деньги жильцов дома сберегли, и жаркие перетопы прекратили. В чем секрет этой системы? Здесь стоит динамическое сопло. То есть, ну, скажем так, изменяемый диаметр проходной от подачи из ТЭЦ. И как эжекционный насос, он захватывает, значит, обратную воду и проходит вот здесь уже в систему отопления, здесь смешивается. То есть вот за счет вот этого динамического сопла, который управляется компьютером, контроллером, и происходит, значит, вот эта вот и экономия, и смешение обратной воды. И, в принципе, это, ну, элеваторную систему ее знают уже там достаточно долго, там 40-50 лет, наверное. А именно вот динамическое сопло, оно как бы, ну, достаточно недавно стало. А старый элеватор, он работает более тупо, вот я так скажу. Он работает, он не регулируется. Он просто сколько ему задали, столько он и дает. Электроника, компьютер, датчики – все это обеспечивает эффективный контроль тепла. Число домов, оборудованных такой системой, растет в Нижнем Новгороде. Очень поучительная история. Оказывается, и на теплоэнерго есть средства защиты. Это автоматизированная система контроля тепла. Из подвала большого многоквартирного дома выбираемся за город, на стройку. Рубрика «Деревянный дом. Вопрос-ответ». На стройке все спокойны, но это волнительный момент. На основании, на каменный цокольный этаж уложены первые венцы сруба деревянного дома. Начало, от которого многое зависит. Лес чудесный, сибирская сосна. Будет красивый двухэтажный дом из клееного бруса 9х10. Но инженер с бригадиром что-то все ходят и меряют, ходят и меряют, считают миллиметры, смотрят на чертежи. Первый этап сборки, он самый важный. Здесь самое главное – правильно посадить первые венцы, подкладочную доску, выверить точную геометрию дома, подготовить почву для дальнейших наших действий. Соответственно, ходили мы что мерили? Мы проверили диагонали, с помощью которых мы понимаем правильность расположения дома, привязку к фундаменту нашего сруба, насколько он хорошо стоит относительно фундамента. Допуск у нас 2 см, но диагонали у нас в данный момент расходились на 8 мм. Мы внесли корректировку, сейчас они идеальны. Идеальны и относительно фундамента, и относительно просто геометрии. То есть здесь правильный прямоугольник. Если на этом этапе промахнуться, если не поймать какую-то погрешность на диагонали, какие проблемы возникают? Замки будут задевать друг за друга, и это будет мешать усадке дома, это будет мешать постановке детальной детали. То есть тут практически каждый венец нужно контролировать. По новой замеры диагонали, замеры отклонений по вертикали. В общем, тут то же самое, что мы делали с приемкой фундамента. Горизонтальность, диагональность опять же. Внесли некоторые пожелания по корректировкам. Наш заказчик их выполнил, и мы спокойно ставим сруб. Сейчас он идеально горизонтален, этот сруб. Тоже здесь допуск достаточно большой, но у нас опять же разница в 2-3 мм. Показывали стройку, сейчас будем смотреть уже готовый деревянный дом. Он сделан не из бруса, это каркасная постройка, большая, современная. А внутри сохранился старый бревенчатый сруб. Авторы проекта обыграли эту композицию, и получилось архитектурное произведение. Внутренний дворик еще не очистился от снега, но уже прогревается солнцем. Мы проходим втроем. Третий персонаж – богиня Ника Птерата у Демкина на руках. Мы сейчас даже можем прикинуть, где античный образ найдет место в пространстве современной архитектуры. Но она вообще должна располагаться так, чтобы ее можно было видеть с разных точек, да? Вот с этого пространства внутреннего, да? То есть вы ее поднимете наверх? Скорее всего, да. Скорее всего, наверх поставим на консоль ее. Вот. Вот. И она будет как бы вот сверху на всех смотреть. Мы на нее, она на нас. Созданная в духе современного искусства Ника Птерата, богиня Победы, не улетающая, будет смотреть во двор, а на улицу выходит другая деревянная резьба. Вполне себе в традиционном духе. Сейчас надо закрепить последние доски. Со средней начнем, да? Тапки только не потеряйте. Вот. А то потом не найдем. Без того, чтобы надеть на лестницу тапки, мы бы ободрали всю красоту. Вот примерно так это будет выглядеть. То есть это козыречек такой? Козыречек такой, ага. И вот на каждом окне будет в таком козырьке. Вот такой бзик-бзик-бзик-бзик-бзик. Таким образом все резные козырьки встали на место, и наружный декурокон получил законченный вид. Вернее, всю красоту дом открывает не сразу, а только когда хозяева готовы встретить гостей. А вот, красота-то вот, да? Красота изнутри у нас, да. Основная красота. Дело в том, что они открываются не целиком, на 90 градусов, они будут вот так смотреться. А давай еще вон соседний откроем. В серии получается такая гармошка, баян такой. Вот так вот они смотрятся. Ну, там крючочек. То есть это такая вот полуколонна даже образуется. А давай еще крайнее окошко, вот прямо всю эту структуру как бы предъявим. То есть это специально, они смекаются. Да-да-да-да-да, они вот такими вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так действительно все заиграло. И ритм, и пластика, и сочетание резных плоскостей. То есть это не компьютерная технология? Киенгс, киенгс-то место. Хотелось сделать какую-то такую шкатулочку внутри вот этого большого объема, такого как бы промышленного дизайна такого. Внутри промышленного сделать что-то вот ручное. На контрасте, сыграть на контрасте. Эту внутреннюю шкатулку, добрую сердцевину дома, видит каждый, кто проходит по улице лесной деревни. Сказочный резной аттракцион придает душевную улыбку сумрачной эстетике современной постройки. Что здесь было вот с самого начала? Был, Коля, обыкновенный дом. Обыкновенный деревенский? Обыкновенный деревенский дом в три окошка, с русской печкой, с пристройками, которые были потом убраны. И к этой центральной основе, как сердцевиде старины, пристроено все остальное. И тут вы уже разыгрались, и из этих наличников сделали вот такие кружева. Ну и ставни, кружева, там все такое. Закономерный результат. Ручная художественная работа заиграла лучиками доброты на поле плоского рационального фасада, какие любят делать в нынешние времена. После бревенчатого сруба, который удалось вписать в современную каркасную постройку, переходим к еще более древним материалам и технологиям. Сделаем это после окончания блока рекламы. В эфире телевизионная программа «Видеожурнал «Строй». В эти дни на Нижегородской ярмарке работает большая строительная выставка. Самые интересные новинки, которые там демонстрировались, вы сможете увидеть в выпусках нашей программы. А сейчас покажем необычный строительный материал, который приобрел особую актуальность в последние годы, хотя люди его знают тысячу лет. Эту суперновую и одновременно древнюю технологию впервые демонстрируют на Нижегородской ярмарке. Перед нами конструкция настоящего дома, построенного из обыкновенной соломы. Ее невозможно проткнуть даже. Прочная вещь, да? Да, вот эти вот несущие стены, очень прочные. Это надо брать лом, и с первого раза вы даже не проткнете ломом. Это достигается нашим давлением пресса, который выпускают. То есть вещь прочная? Очень прочная. А можно я потрогаю? Вы говорите, это солома, ну, кстати, вот даже колоски. Что это такое? Это рожь. Ага. Именно рожь надо, да? Именно рожь. Почему рожь? Потому что, как показывают эксперименты, что прежде всего она более теплоноситель, и второе, не подвержена грызунам. Строительство каркасно-соломенных домов хорошо освоили в Белоруссии и на Украине. Именно оттуда это направление стало проникать в Россию, где с ржаной соломой тоже не должно быть проблем. Мы для этого и приехали на Нижегородскую ярмарку, чтобы тот опыт, который мы накопили при строительстве каркасно-соломенных домов и соломенных домов из панелей в Белоруссии и Украине перенести сюда. Непривычными для нас соломенными технологиями занимаются обычные инженеры-строители. Вячеслав Воронов закончил строительный институт в Гродно. Полжизни строил из кирпича и бетона. В 21 веке перешел на солому. У меня построен родителям дом по такому же плану. И они переехали из города жить именно в сельскую местность. И живут в таком доме. После чего заинтересовало более плотнее. Ну и я начал заниматься именно плотной строительством домов из солом. Потому что это было не новшество, это просто были забытые технологии, которые перспективны не только в плане быстро возводимого жилья, но и удешевления его. Эти дома доступны абсолютно любым категориям граждан, вплоть даже для пенсионеров. Оказывается, это мощный современный тренд в экологическом строительстве. За последние годы появились сотни домов из соломы. Особенно их много в Канаде, во Франции, в США и Китае. Конструкция дома проста и рациональна. Главный принцип постройки это нормальный каркасный дом. На Нижегородской ярмарке, где сейчас проходит Российский архитектурно-строительный форум, назревают собственные серьезные строительные события. Начинаются реконструкции большого ярмарочного дома. Готовятся к реализации проект строительства Конгресс-холла. Вокруг разворачиваются работы на прилегающих территориях к стадиону и, конечно же, на очереди реконструкции стрелки. При этом еще надо сохранить остатки исторической застройки. Смотрим сюжет Марии Тяжеловой. В далеком 19 веке, в годы после наполеоновских войн, когда вольнодумное российское дворянство готовило декабрьское восстание, русские и зарубежные купцы начали свозить товары в Нижний Новгород. Ровно 200 лет назад началось строительство Нижегородской ярмарки, которая продолжалась до 1824 года. За это время был прорыт знаменитый Бетанкуровский канал. Его ширина составляла 100 метров. Построен огромный ярмарочный комплекс из 60 корпусов и проложена первая в Европе система канализации всего района. Немаловажное сооружение, ведь по историческим данным за сезон ярмарку посещало 200 тысяч человек. Сегодня нет на стрелке ни Бетанкуровского канала, ни той канализации. Но стоят еще немые свидетели было увеличения Нижегородской ярмарки. Среди них есть здания, которые помнят первые ярмарочные торги в Нижнем Новгороде. Старый ярмарочный собор является подлинным свидетелем самой первой ранней истории строительству ярмарки, построенного в 20-х годах и 19-го века. Архитектор Спасского староярмарочного собора Агюст Монферран знаменит строительством Исаакиевского собора в Петербурге. Но в нем он лишь повторил форму храма, ранее построенного в Нижнем Новгороде. Сегодня это здание памятник архитектуры федерального значения. Кроме него таким же статусом обладают еще два здания на территории Стрелки. Собор Александра Невского, построенный в 68-81 годах 19-го века на деньги купечества и главный ярмарочный дом. Главный ярмарочный дом, построенный в 80-е годы 19-го века, который является зданием-манифестом. То есть он публично демонстрирует, что такое национальный стиль в архитектуре. Многие архитекторы искали корни национальной архитектуры в различных исторических периодах. В Византийской архитектуре, в Соско-Новгородской, Владимир-Суздальской. Ну, в конце концов, официально был признан архитектурой конца 17-го века до Петровского периода. Это так называемое Ярославское зодчество или Ярославское узорочье кирпичное. И все официальные здания, правительственные, государственные, старались проектировать в этом официально признанном стиле. И вот здание ярмарочного дома сделано именно в стилизации построек Ярославского зодчества конца 17-го века. Это считается вершиной деревьевского зодчества. Территория бывшей Нижегородской ярмарки простирается от берега Волги до Московского вокзала и от улицы Самаркандской до берега Оки. На этой обширной местности сохранилось 8 памятников архитектуры регионального значения. Среди них прекрасный образец кирпичного стиля гостиницы Никитиных, построенная в 1890 году. Об этом и других зданиях мы обязательно расскажем в выпусках нашей программы. И есть еще около десятка сооружений, которые сохраняют память о ярмарке 19-го века, но статусом объекта культурного наследия пока не обладают. Как быть с ними? Вот приезжают туристы, иностранные туристы, им рассказывают о ярмарке, в каком-то павильоне покажут старые фотографии, они увидят этот великолепный город, это город в городе, вот, и скажут, а где начинают озираться по сторонам и что увидят. Дома пятиэтажки, возникшие в 60-е годы, хрущевские, брежневские дома девятиэтажные, унылые архитектуры. И как бы подлинных свидетелей-то нет. А вот если эти здания сохранятся, вот торговый корпус, вот гостиница Ермолаева, вот еще здания, то есть они создадут некий живой колорит вот в этой сложившейся новой градостроительной ситуации. Сейчас разрабатываются планы по восстановлению нескольких кварталов старинной территории ярмарки. Сохранившиеся исторические постройки будут дополнены современными соразмерными зданиями. Все это позволит воспроизвести характер первоначального облика этого района, восстановить своеобразие ярмарочной застройки 200 лет спустя. На этом сегодня все. Много говорили и о Стрелке, и о Нижегородской ярмарке, где в очередной раз проходит большая строительная выставка. Интересные новинки, материалы, технологии покажем в ближайших выпусках. Вы смотрели телевизионную программу «Строй». До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»